Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня, 29 апреля, эфир канал РНТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите ближайшие 15 минут. Украсить город и выплатить зарплаты бюджетникам – такие задачи поставил мэр Сергей Сергеев на планерном совещании. Спустя 70 лет в Варваровке снова высадился десант. Анапские студенты решили почтить память героя Советского Союза Дмитрия Калинина. Упорядочить выделение земли, навести порядок строительства и привлечь инвестиции. Для этого открыт технический совет при администрации города. Об этих и других событиях подробнее. Лейтмотив очередного планерного совещания – предстоящие праздничные дни. Задача для всех служб и ведомств – быть максимально готовыми к любым ситуациям. Всем руководителям аварийных и спасательных служб, правоохранительных органов поставлена задача перейти в режим готовности на все майские праздники. С этого начал планерное совещание мэр курорта Сергей Сергеев. Подробнее в материале. Провести праздники достойно, чтобы мы не допустили коммунальных происшествий, с коммунальной инфраструктурой, транспортные вопросы, чтобы были все закрыты. Ну то есть весь комплекс мероприятий и праздничные мероприятий, которые мы готовим, культура, образование, спорт, чтобы прошли на достойном уровне, без пролешения. Поэтому я хочу сегодня все это услышать. Людмила Гузенко коротко рассказала о программе мероприятий и обратила внимание, что майские праздники совпадают с неделей скорби у верующей части анапчан. Поэтому поставила задачу это учитывать при проведении концертов. При планировании всех мероприятий, я обращаюсь сегодня к управлению культуры, их надо планировать, они должны быть, мы должны предоставить возможность различных мероприятий для посещения нашими жителями и гостями города, но проводить их с учетом традиций русского православия. Глава курорта отметил, что праздник 1 мая уже через день, а праздничного настроя на курорте не видно. Необходимо украсить город и сделать это максимально быстро. Я посмотрел по городу, ну неужели нужно толкать? Неужели нужно все это постоянно-постоянно говорить, говорить, говорить? Так жизнь тяжелая у людей. Мы обязаны создавать праздничное настроение. Просто обязаны. Значит, по заработной плате, если будут те вопросы, которые возникали в новоунии, значит, я предупреждаю, уважаемые руководители, о персональной ответственности. В Анапе, по словам первого заместителя главы Светланы Яровой, идет инвентаризация муниципального имущества. И, как выяснилось в ходе работы комиссии, в муниципалитете нет очень важного для этого документа. В муниципальном образовании отсутствует первичный для всего этого документ реестр муниципальной собственности. Что без реестра мы не в состоянии не реализовывать имущество, не передавать им, не инвентаризировать и так далее. Реестр муниципального имущества будет создан в срочном порядке. Замглавы Юрий Поляков рассказал о подготовке к сезону в сфере торговли. В частности, проводится мониторинг торговых мест и ликвидация незаконных. На эти выходные убрали на Урале 5 ролет, убрали на Анастке там 11 ролет. Убираем воду, Ахау есть такая вода, вот, подозрения тоже документов у них нет. Замглавы Михаил Баюр порадовал известием о том, что губернатор Кубани Александр Ткачев 29 апреля подписал постановление о снятии карантина по Субсельскому округу. В течение дня должны быть сняты карантинные посты, территория приведена в порядок. Возвращаясь к главной теме совещания о подготовке к майским праздникам, мэр Сергеев подверг резкой критике работу подчиненных. У нас до нашего святого праздника, главного для нашей страны 9 мая, осталось 10 дней, у нас ни одного на въезда, ни одного в городе нет приветствия, поздравления, пожелания здоровья ветеранов. Это что такое, а? Напомню, что по сложившейся традиции, 1 мая в Анапе с 10 утра по улице Крымской, от городского театра до улицы Астраханской, а затем на театральную площадь, пройдет праздничное шествие трудовых коллективов предприятий, здравниц, общественных организаций и объединений, учащиеся молодежи Анапы. Ожидается, что первомайская демонстрация объединит свыше 4000 человек. Анапчан приглашают 1 мая к 10 утра на театральную площадь для приветствия трудящихся курорта. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-регион. Добавлю, в день весны и труда в Анапе с 9 до 10 утра в парке 30-летия Победы выступит муниципальный духовой оркестр. А с 11 до 13.00 на театральной площади состоится праздничный концерт творческих коллективов «Анапская музыкальная весна». В администрации города провели первое заседание технического совета. Возглавил его мэр города Сергей Сергеев, который выдвинул инициативу создания такого важного коллегиального органа. О том, какие вопросы решали на первой встрече, в сюжете Елены Шамбер. Эффективно распределить коммунальные ресурсы – одна из главных задач технического совета. Мэр Сергеев, суммировав вопросы, объявил всем чиновникам сломать собственное мышление. Не заставляйте меня применять административные ресурсы на вопросе. Должны вы сломать мышление свое. Понимаете? И я когда-то через это проходил. Поэтому здесь никаких международных отношений быть не может. Если вы сломаете, вы делаете, не от себя отрываете. В технический совет входят специалисты администрации, архитектуры, руководители предприятий жилищно-коммунальной сферы. Разработку важных для города правил землепользования и застройки курирует Светлана Яровая. Это касается актов выбора земельного участка. Как правило, это линейные объекты, в которых, собственно, вы, многие здесь представители, и нуждаетесь в строительстве которых. Если непонятна ситуация, значит, будем выезжать. Другого варианта нет. Выезжать на объект сотрудникам администрации нужно будет для того, чтобы понять, не лукавит ли собственник или арендатор. Некоторые порой идут на хитрость. Пусть люди с нами не лукавят. Даже если сегодня мы откажем, завтра пусть высказывают свои намерения, и мы будем рассматривать. Но что это за станция на 15 гектарах? Космические корабли будут? Или самолеты обслуживаются? Или вертолеты? На уровне правительства Российской Федерации постановлением к 861 определено, что мы, как сетевая организация, не имеем права отказывать. Я возьму на себя смелость, вместо вас, возможности, не подключать. Нагрузка на инфраструктуру города идет колоссальная, поэтому технический совет будет рассматривать каждый случай индивидуально. От энергетиков просят своевременного рассмотрения вопросов. Если объект находится в охранной зоне, то застройщику откажут. В остальных случаях, наоборот, будут идти навстречу. Прозрачность информации позволит принимать более объективные решения. Будут такие технические советы? Они будут. Когда Светлана Владимировна вас будет приглашать вместе с печатями. Это государственные задачи. Мы по новым нефтепроводам, да? Какие там, Марина Владимировна? Тихорец, Молгобег, да? Тихорец, Новороссийск. Дороги федерального значения, путепроводы. Когда край нам ставят задачи, что решить надо было еще вчера. Вы будете на техсовет приходить с печатями. И будете сразу принимать решения. Заседание техсовета решили проводить раз в месяц. На каждую встречу будут готовить по 40 вопросов. Главная задача упорядочить срок прохождения согласований инвестиционных проектов со всеми службами города. Обеспечить открытость и законность этих процессов. Елена Шампер, Андрей Стародубцев, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. В Варваровке на месте высадки в годы Великой Отечественной войны десанта Дмитрия Калинина прошла традиционная юбилейная в этом году военно-патриотическая акция «Десант Славы». Организаторы Управления по делам молодежи города-курорта «Студия 21 век» и Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Ратмир». В акции приняли участие все высшие и среднеспециальные учебные заведения Анапы. Вместе с десантом Славы на вертолетную площадку высадилась и наша съемочная группа. Об этом следующий сюжет. В десятый раз, начиная с 2003 года, молодежь Анапы собирается здесь в память о высадке десанта моряков-разведчиков под командованием капитана Дмитрия Калинина, которое произошло 70 лет назад. Учебные заведения всегда с глубокой радостью принимают участие здесь, потому что, как правило, погода хорошая, природа. После долгой зимы, это, наверное, самое первое мероприятие на природе, массовая студенческая команда этих вузов и СУЗов. Для них сделана здесь на такой пересеченной местности специальная полоса, специально военизирована. То есть там со стрельбой, с пробежками, штурмы, закладкой мин. Понятно, что это все безопасно, но достаточно интересно. Уже традиционно студенты начали акцию проведением митинга реквиема. Перед ними выступили председатель Совета ветеранов Анапы Анатолий Максимович Гапонов. Ветеран войны, почетный гражданин города-курорта Анапа, автор книг о военных действиях в годы Великой Отечественной войны на Кубани, Гигам Амаякович Паладянц, благодаря которому стали известны имена всех погибших на этой высоте десантников. К студентам обратилась заместитель главы города-курорта Людмила Гузенко. Вы будете знать всегда, что есть в Анапе такое героическое место. И есть люди, чьи имена мы должны помнить. Потому что народ, который не помнит и не чтит свое прошлое, он лишен будущего. Почетный караул из участников акции «Десант славы» отправился после митинга возложить гирлянды и цветы к памятникам погибшим солдатам в Варваровке. Почетный караулу памятника Калинину несли кадеты ученики школы Анапы. А затем студенты приняли участие в военно-спортивной эстафете. Мы должны помнить об этом, не забывать. Поэтому традиционно проводятся такие соревнования, на которых мы обязательно принимаем участие. Десять команд боролись за право называться лучшим десантом. Первое место заняла команда РГСУ. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. Подошел к завершению всекубанский месячник, участвуя в котором борцы за чистоту курорта наводили порядок в городе в сельских округах. Предприятия, организации, учреждения Анапы на закрепленных за ними территориях убрали мусор, оформили клумбы, высадили цветы и молодые саженцы деревьев. А в минувшую субботу на курорте прошел всекубанский субботник. Работа в городе закипела с самого раннего утра. В детском парке возле реки Анапка работники Му-Папку спиливали сухие ветки и старые деревья, собирали мусор. За день было собрано 14 прицепов мусора. Не отставали и сотрудники санатория Кубань. Наводили порядок на газонах и красили забор. В сквере боевой славы трудился десант работников администрации города-курорта. В дело шли грабли, метла, совки. Очищали от сухой травы и хвои газоны, поливали цветы. На аллее вдоль проспекта Революции зеленые насаждения были дополнены молодыми саженцами различных пород деревьев. В посадке принял участие и глава города Сергей Сергеев. В целом же за время проведения всекубанского месячника в муниципальном образовании кронировано 195 деревьев и высажено около 500 молодых саженцев. Очистили от сорной растительности прибордюрную зону и тротуарную плитку. Активное участие в субботнике приняли и местные жители. Сажали цветы, наводили санитарный порядок на прилегающих домовладениям территориях. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. Во вторник, 13 апреля, в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем 20-23 градуса по Цельсию, ночью до 19 со знаком «плюс». Ветер переменный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 13 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300.